МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким был тон этой недели, вам расскажут службы информации Сургут Интерновостей и я, Дарья Давыдова. Здравствуйте. В ближайшие 40 минут смотрите о самых заметных событиях, уходящих 7 дней. В первой части нашей итоговой программы вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без тепла и электричества в морозы. Почему сургутские дачники стали невольными заложниками энергетической изоляции и безхозяйственности? Люди пишут петицию городским и окружным властям, а делом уже заинтересовалась региональная прокуратура. Эту тему подробно разбирали Дмитрий Круковец и Дмитрий Подлесной. Управленческий коллапс жителей нескольких сургутских домов никак не могут разобраться, к какой управляющей компании относятся и на что идут деньги, которые они ежемесячно платят за коммунальные услуги. Светлана Степенькова разбиралась в теме. Сургутские дачники бьют тревогу. В первые морозы жители загородных кооперативов, среди которых старейшие Виктория, Кедровый-16, Рябинка и Березовая, испытывали регулярные перебои с энергоснабжением. В результате пострадали автономные системы водо- и теплоснабжения. Экономический ущерб от этого может измеряться в сотнях тысяч рублей. Люди прекрасно понимают, что им эти деньги никто не возместит, но и больших потерь они нести не хотят. Как не хотят и замерзать в своих домах. Инициативная группа создала в интернете соответствующую петицию. Собирают подписи под бумажным вариантом документа, который впоследствии направят региональным и городским властям. Ну и без этого публикациями в средствах массовой информации заинтересовались в окружной прокуратуре. К делу подключился и депутат парламента Югры. Мы попробовали разобраться в достаточно непростой ситуации. Кто виноват, что делать и кому за все это платить. Дмитрий Круковец выслушал Дачников. Дачники уже в первые морозы оказались в незавидном положении. Электрическая сеть, ведущая сразу в несколько садовых товариществ, в районе кооператива «Виктория», продержалась недолго. И 13 ноября один из силовых проводов не выдержал нагрузки и обгорел. Авария произошла в 5 часов вечера. Устранить ее удалось на следующий день в 11.30 утра. Затем в связи с ростом перегрузок отключения продолжились. Вот генератор, приходится постоянно его запускать. И слава богу, что он еще не подводит. Если генератор умрет, то все, мы замерзнем. Такие морозы. Замерзаем бывает. Бывает, совсем когда на сутки тут у нас отключали свет, нам пришлось даже съезжать в город к родственникам, потому что невозможно с маленьким ребенком. Мы все слили всю воду, все, скажем так, законсервировали. И пришлось нам уехать. Так поступили многие. Кому ехать некуда, оставались, отогревались как могли. Но техника у многих не выдержала первых серьезных сургутских морозов. Один генератор заклинил на морозе, потому что условия такие тяжелые. Пришлось покупать новый. То есть экстренно купил новый. Вот только при помощи него и спасаемся. Ну и не только я, и остальные соседи. Приходила система отопления. Вот тоже отогревал до полночи. Ну, слава богу, отогрел. Иначе думал, что все замерзно в этом доме. Как оказалось, без постоянной и централизованной системы энергоснабжения жить за городом фактически невозможно. Заправлять генератор бензином – дорогое удовольствие. Ночь его работы обойдется в 600-800 рублей. При этом мощности генератора может и не хватить для того, чтобы функционировала вся система тепло- и водоснабжения. А значит, выходят из строя и, стоящие следом в электрической цепочке, бытовые приборы. Исчезают и привычные коммунальные удобства. Третий раз перемерз у нас насос. Воды теперь в доме нет. Двое маленьких детей у нас. Машинка. Насос уже второй меняем. 6 тысяч стоит. Бесконечные вот эти стабилизаторы покупаем. Поменяли буквально на неделю. На неделю буквально поменяли водонагреватель, потому что тоже все полетело. Потому что бесконечное отключение света тепла. Видите, как мы одеты с детьми? Во время регулярных отключений в доме у Карины Ковальской взорвался отопительный котел. Хорошее и более-менее надежное оборудование измеряется в десятках тысяч рублей. Причину происходящего дачники определили быстро. Она не нова. Линии электропередач за десятилетия морально устарели и не справляются с потребностями кратно возросшего числа людей, постоянно проживающих за городом. Более того, юридический статус этих лэб значится как «брошенные». То свет включается, то выключается. Насколько я понимаю, просто линии не тянут нагрузку, потому что нужна какая-то модернизация. Всего же прелести суровой сибирской зимы и ненадежных линий электропередачи почувствовали на себе жители из семи кооперативов. Сосновый Бор, Пищевик, Виктория, Кедровый-16, Березовая, Летние Юрты и Рябинка. О своей проблеме дачники решили сообщить властям. В интернете появилась электронная петиция к губернатору Югры Наталье Комаровой, главе Сургута Вадиму Шувалову и руководителю окружной прокуратуры Евгению Батлинкину с просьбой обратить внимание на ситуацию и помочь в ее разрешении. Мы требуем, чтобы, во-первых, наладили нам линию электропередач, которая ведет сюда, так называемая «десятка», нашли хозяина, для того, чтобы нам наладили электропередачу в наши кооперативы, в наши дома. Потому что мы платим за нее, но не получаем ее в полноценном виде, так, как она должна быть. Авторы петиции приводят стоимость одного киловатта энергии, которая для дачников колеблется от 2 рублей 60 копеек до 3,5 рублей. Это в полтора-два раза выше, чем такой же тариф, но для благоустроенного жилья в городе. Надоело уже с этим светом. Как вы думаете, такие морозы, 40 градусов, и ночью остаться без света? Котел у нас газовый стоит. Уже было, перемерзало так, что отогревали все. А вы что, ладно, у меня детей нет, я уже старый. А у кого дети есть? Дети в школу надо собираться. То самое. Предлагаю, чтобы город, чтобы как администрация тоже взяла на контроль, смотрели хотя бы. Здесь же тоже люди живут. И здесь много, 8 или 10 кооперативов, и везде люди живут, везде семьями. Не все же могут ипотеки платить. Электронную петицию на сегодняшний день подписали уже более 700 человек. Более того, активисты собирают автографы членов семи кооперативов, и под бумажным документом его намерены отправить тем же адресатам. По-другому, уверены люди, ситуацию сдвинуть с мертвой точки не получится. К тому доказательствам неизменный на протяжении многих лет статус нескольких километров брошенной высоковольтной линии. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Очевидно, что первоначально необходимо наконец признать эту высоковольтную брошенную линию бесхозной. Взять ее на баланс, определить того, кто будет за нее отвечать и модернизировать. Иначе на каком основании сейчас и все последние годы эту лэп в принципе эксплуатируют? Но это еще не все. Обновление должно коснуться и распределительной подстанции, и сетей внутри кооперативов, так, чтобы ни на одном участке электрической цепи не было ни перегрузок, ни аварий. Дмитрий Подлесной поговорил со специалистами. Люди винят в своих бедах сетевую компанию «Северремприбор». Эта организация обслуживает несколько высоковольтных линий и специализируется именно подачем. Среди них 17 кооперативов в районе аэропорта и 8 за ЖД вокзалом. Именно последние регулярно оставались без света в ноябрьские морозы. К каждому кооперативу выделена определенная мощность, которой они должны придерживаться. Но на данный момент у нас по линии идет перегруз в 4-4,5 раза выше нормативной. Соответственно, из-за большого перегруза, поскольку мы питаемся от головной подстанции, которая принадлежит СГЭС, у них происходит аварийное отключение. Одно из решений темного вопроса председатели кооперативов должны установить на подстанциях в Сотах и ДНТ специальное распределительное устройство. Оно позволит в случае локальной аварии обесточить только один кооператив, а не все, как сейчас. Впрочем, это лишь часть проблемы. Еще в 2009 году выделена мощность, 2 с лишним мегаватта киловатт-часов. За этот промежуток времени мощность неоднократно, самостоятельно, без согласования с сургутскими и городскими электрическими сетями увеличивалась более чем в два раза. Значит, нас об этом известность не ставят. Мы об этом узнаем только, когда происходит аварийное отключение. Значит, дачные кооперативы все подключены к север-рем-прибору. По заверениям электрических сетей, причиной последних 10 отключений энергии были аварии в самих кооперативах. Только дважды сгорали трансформаторы. Остальные перебои связаны с отключениями на распределительной подстанции СГЭС из-за более чем двукратных перегрузок. На узловом пункте в морозы дежурила бригада Горэнерго, задача которой максимально быстро устранить аварию. Но это не выход постоянно включать то, что регулярно выключается. Так в чем же дело? От смежной сетевой компании «Север-рем-прибор» в нашу сторону не поступает заявок об увеличении мощности. Во-первых, начнем с этого. Во-вторых, это все должно обосновываться чем-то. Должны быть техусловия. То есть мы должны понимать, какой там будет нагрузка. Сейчас же что происходит? В дачном кооперативе сгорела трансформаторная подстанция. Ее там за ночь заменили. В два раза мощнее поставили. И думают, все будет в порядке. Через месяц она сгорела. Ага, значит мало. Давайте еще в два раза поставим. И так каждый дачный кооператив поступает. То есть не думая ни о своих соседях, ни о других дачных кооперативах. Ни о том, что линия была построена более 20 лет назад и не рассчитана на эту нагрузку. В электрических сетях обращают внимание на многие факты. В частности, они давали мощности с бытовой компании на подключение шести кооперативов. О том, что к ним добавился еще кто-то, в СГЭС узнали из прессы. Но зимой отключить людей от электричества значит довести дело до социального взрыва. Ограничить потребление энергии каждому из абонентов тоже нереально. А значит, нужна модернизация. Руководитель Север-Ремприбора Валентин Давыдов отмечает, что реконструкцию сетей и подстанции нужно проводить совместно. На данный момент при обращении в ООС ГЭС, от которой мы питаемся, мне было разъяснено, что инвестиции забиты на реконструкцию, но денег пока не получено. Соответственно, получим деньги и будем заниматься реконструкцией. Пока будет идти реконструкция головной подстанции, соответственно, будет идти и реконструкция данной линии. Немаловажная проблема. Большая часть высоковольтных линий брошенная. По словам и Валентина Давыдова, и председатели кооперативов в администрацию города неоднократно поступали запросы о признании этой ЛЭП бесхозной. Таким образом, муниципалитет примет энергетический объект на свой баланс и далее может передать его в управление либо подконтрольной, либо частной организации. На сегодняшний день, так как линия является брошенной, есть материалы, что одна из обслуживающих организаций, руководителем которой является господин Давыдов, обращалась неоднократно в администрацию города с просьбой определить собственника или признать данную линию бесхозной, как по юридическому статусу. И, к сожалению, действия администрации являются бездействием. То есть до сегодняшнего дня этот вопрос не решен. В городской администрации оперативно ответить на наш редакционный запрос по поводу брошенной линии не смогли. А депутат Окружной Думы уже подготовил и направил соответствующее обращение от своего имени к главе Сургута Вадиму Шувалову, прокурору Югры Евгению Ботвинкину и заместителю губернатора региона Дмитрию Шаповалу. Между тем, по поводу бесхозных дорог и электросетей минувшим летом с дачниками говорил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время поездки в Курскую область. В нашей стране не должно быть бесхозных дорог, как, кстати, бесхозных электросетей, подстанций, потому что это просто не по-хозяйски, иногда просто даже опасно. Каждый регион должен для себя определенные планы иметь. Такого поручения я обязательно коллегам-губернаторам дам. Почему слова одного из руководителей государства должного эффекта пока так и не возымели – вопрос. Впрочем, очевидно, что заниматься проблемами линий электропередачи дачники не готовы. Эту работу необходимо доверить профессионалам. Мое личное мнение, что, конечно, нужно создавать условия на уровне органов местного самоуправления, на уровне субъекта федерации, для того, чтобы эти сети забирали профессионалы, забирали энергообслуживающие организации, которые замечательно с этим могут справиться. Это сургутские городские электрические сети у нас есть. Есть примеры, когда каждый раз я привожу «Мостовик-2», они забрали полностью сети, они полностью заменили провода на СИПы, полностью поменяли КТПН-ки и так далее. Другие есть, тюменская компания, которая входит в ТЭП, в Тюмененерго. Пока инициативной группе семи дачных кооперативов Сургута удалось выйти на диалог с сургутскими городскими электрическими сетями. Помощь оказывает и депутат Окружной Думы, однако с большой долей вероятности в конечном итоге финансировать новую ЛЭП или ее модернизацию придется все же садоводам. Причина проста. Ремонт линий лежит в плоскости желания кооперативов получать достойное электрическое снабжение. А перефразируя известную поговорку, кто свет заказывает, тот и платит. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. От коммунальных проблем дачников к коммунальным проблемам горожан. Некоторые жители 5-го А микрорайона в замешательстве в городе идут слухи о слиянии двух управляющих компаний – «Запад» и «Западная». Последняя как раз обслуживает большинство домов района. Однако репутация у этого коммунального предприятия, мягко говоря, подмочена. Ее экс-директор Татьяна Андрусишина в данный момент в статусе подсудимой. Ей предъявляют обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствиям, бывший руководитель УК «Западная» похитила порядка 70 миллионов рублей, принадлежащих управляющей компанией. Какое отношение имеет УК «Запад» к скандально известному коммунальному предприятию «Западная»? И можно ли к процессу, который происходит в обоих УК, применить термин «слияние»? Светлана Стебенькова разбиралась в теме. Александр Голковский в 25-м доме по улице Киртбая живет уже 7 лет. Молодой человек исправно платит по всем счетам, не забывая рассчитываться за строку содержания жилфонда. Однако, как утверждает Александр, за все время, что он живет здесь, в подъезде ни разу не делали даже косметический ремонт. Мелкие неисправности в виде поврежденных стен и почтовых ящиков тоже остаются без внимания коммунальщиков. На днях молодой человек узнал, что управляющая компания «Западная», которая обслуживает 25-й дом на Киртбая, собирается объединиться с новой УК «Запад». Теперь наш герой вполне резонно беспокоится за судьбу своего дома. Я вот как железо, допустим, я, честно признаюсь, не особо активный, но при этом видел какая-то информация о том, что происходит какое-то слияние. Никто никаких собраний не проводил. Во всяком случае, информацию я никакую не видел о том, что происходит какое-то слияние каких-то компаний, что какой-то, может быть, договор следует перезаключить, например, и так далее. Может быть, мы вообще хотим другую управляющую компанию. Создание новой управляющей компании «Запад», которая, вероятно, будет обслуживать дома в 5-м А микрорайоне, не случайно. Дело в том, что бывший директор УК «Западная», которую в неисполнении должностных обязательств перед жильцами и винит наш герой, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Татьяна Андрусишина похитила порядка 70 миллионов рублей, принадлежащих коммунальному предприятию «Западная». В настоящий момент проводятся судебные следствия, изучаются доказательства стороны обвинения, допрашиваются свидетели, изучаются письменные материалы уголовного дела. Подсудимой грозит наказанием до 10 лет лишения свободы. Сегодня, как пояснили в «Западной», долг в несколько десятков миллионов рублей остается лишь перед ресурсоснабжающими организациями. Людям в 2015 году, после того, как были выявлены факты задвоения счетов и оплаты жильцами несуществующих услуг, коммунальщики сделали перерасчет. Обошелся он тогда более чем в 12 миллионов рублей. Тем не менее, несмотря ни на что, УК «Западная» продолжает существовать на рынке. У нее сегодня два учредителя, один из которых подсудимый. И этот факт, признаются в «Западной», здорово мешает работать и, как следствие, в нужном объеме и качестве оказывать услуги населению. Все мошеннические действия, которые вменяются экс-директору управляющей компании «Западная», сейчас для управляющей компании «Западная», опять же, я говорю, все это возвращается в виде косвенных и прямых налогов, налоги на прибыль. То есть, вот в начале года мы три с лишним миллиона заплатили, буквально недавно пять. Все это деньги, которые могли, скажем так, использованы быть в целях нашего микрорайона, микрорайона 5А. Да, и сейчас возникают проблемы, например, такие же, как вот хотели взять мы недавно кредит на технику, да. Опять же, из-за того, что у нас вот такие вот проблемы и то, что судебные решения сейчас, так сказать, заседания проводятся, да. Нам отказано в кредите. То есть, везде кругом одни препятствия по, скажем так, по той истории с экс-директором. Во многом из-за всех этих обстоятельств руководством «Западной» было принято решение создать новую управляющую компанию «Запад». Она уже функционирует с весны этого года. Как признались коммунальщики, нужно это для того, чтобы уйти от проблемного соучредителя. В «Запад» уже приняли весь штат сотрудников «Западной». Сейчас идет перевод техники. Кроме того, объединится диспетчерская и аварийная службы. И, как обещают в «Западе», улучшится качество обслуживания населения. Однако жилой фонд перевести в новое коммунальное предприятие нельзя. Принять решение о переходе должны собственники квартир. Принудить их перейти в «Запад» никто не может. В рамках жилищного законодательства мы проводим собрания, инициированные собственниками. То есть, это они, собственники, принимают решение о переходе в другую управляющую компанию, о выборе способа управления, то есть это ТСН, ТСЖ. Это все право людей, это их выбор. Заставить мы никого не можем. Мы можем только показать это своими, скажем так, действиями и работами. Получается, ни о каком слиянии говорить, по сути, не приходится. Просто один из учредителей, одной УК, открыл еще одну, другую компанию. Но уже без проблемного компаньона и без ее долгового времени. Переходить или не переходить из управляющей компании «Западная» в управляющую компанию «Запад» решение должны принять собственники, и только они. Возможно, люди пожелают передать свой дом в управление третьей или четвертой организации. Имеют право. На сегодняшний день 10 жилых зданий, которые находятся в ведении «Западной», уже приняли решение перейти в «Запад». Остальные же пока в процессе голосования. Как сильная история с украденными миллионами повлияла на мнение жильцов и доверят ли собственники новому коммунальному предприятию «Запад» обслуживание своих домов, покажет, пожалуй, лишь время. Мы будем следить за развитием событий. Светлана Степенькова, Гамзат Магомедов. Специально для телевизионного обзора новостей. Судебное следствие над экс-директором «Западной» продолжается. Уже состоялось 12 судебных заседаний. Руководитель подрядной эксплуатирующей организации «Западная» Андрей Чугунов в интервью нашей телерадиокомпании отметил, что не исключено, что могут быть выявлены еще факты хищения средств. В таком случае, если это произойдет, собственникам квартир будет сделан очередной перерасчет за коммунальные услуги. Мы прервемся на небольшую коммерческую паузу. Не переключайтесь. Во второй части телевизионного обзора новостей вы увидите. Лыжи, санки и коньки. Помимо подобных радостей, вместе с зимой к нам приходят снегопад и гололед. Какие проблемы они с собой приносят и готовы ли коммунальные службы к обострению сезонных явлений? Выяснила я, Юлия Вабенышева. Лучший подарок – это тот, что сделан своими руками. Особенно, когда он предназначается не кому-нибудь, а самому Деду Морозу в день его рождения. Какие песни пели имениннику? Расскажу я, Екатерина Любешева. И про грудь я не забуду, и про бедра, и про пресс. По дорожке пробегу я, беру не с лишней вес. Приятный сюрприз ожидал посетителей фитнес-клуба World Class в первый день празднования трехлетия фитнес-клуба. Развлекательная программа, веселые ведущие, заводная музыка и фуршет, на котором представлены исключительно полезные продукты и напитки. Хотя клиенты любят этот фитнес-клуб не только за креативный подход. Уже два с половиной года очень нравится этот клуб. Раньше ходила и в другие, а то, что он находится вблизи моего дома. И даже когда я была в чудесном волшебном положении, я занималась в этом клубе. Здесь самые лучшие тренера, отличный бассейн. Все, что нужно для здорового образа жизни. World Class представляет широкие возможности для спортсменов любого уровня. Персональные, силовые, функциональные и кардио-тренинги, танцевальные программы, плавание. Также есть возможность приобщать к здоровому образу жизни детей от трех лет. World Class Good – это не просто фитнес-клуб, это в первую очередь образ жизни наших клиентов. И мы, в свою очередь, стараемся всегда создать уютную, теплую атмосферу в их доме. Мы проводим все различные мероприятия, такие как фитнес-пикники зимой и летом. Совместно выезжаем с клиентами. Также организовываем фитнес-туры. Тренажеры для всех групп мышц. Два этажа для занятий фитнесом общей площадью более 5000 квадратных метров. Четыре зала групповых программ. Специалисты с уверенностью заявляют, что World Class – лучший фитнес-клуб города. У нас занимаются люди, спортсмены, даже назовем так, от самого начального уровня, причем в разных возрастных категориях. От самых маленьких, от 13-14 лет, до просто уже людей, которые сейчас на пенсии отдыхают. Они приходят, занимаются каждый день, плавают в бассейне в нашем прекрасном. Теплую атмосферу праздника обеспечил необычный подарок от клуба. Каждый посетитель смог внести свой вклад в историю фитнес-центра. Участникам раздали части одной большой картины и инструкции по подготовке. Рисованием увлеклись целыми семьями. Ну а в результате произведение украсит стену фитнес-клуба. Ольга Нахаева, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости. Ольга Нахаева, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости. И я, Дарья Давыдова, приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Прямо сейчас поговорим о таких радостях зимы, как гололед и неубранный снег. Несмотря на то, что по календарю сегодня последние выходные осени, в нашем городе зима уже хозяйничает. Неделю назад сургутяне пережили первые морозы. Вскоре после недавно пришедшего потепления с новыми холодами специалисты прогнозируют гололед. Недавно это опасное явление послужило причиной ЧП в городе Омске. На территории детской больницы женщина с маленькой дочкой на руках поскользнулась и упала на ребенка. Малышка получила серьезные травмы головы и была госпитализирована. Кто виноват? Невнимательная мама или же ответственная за посыпку тротуара противогололедной смесью? Халатно относятся к своим обязанностям. К счастью, в Сургуте подобных случаев пока не было. Каким образом идет борьба со скользкими дорогами и тротуарами в нашем городе? Как организована работа по очистке их от снега? И как жители муниципалитета оценивают работу коммунальных служб сегодня? В зимних вопросах разбиралась Юлия Бабенышева. Актуальный вопрос уборки снега волнует как автовладельцев, так и пешеходов. Молодая мама Маргарита Дикун отмечает, что во время прогулки с ребенком очень сложно управлять коляской. Даже по слегка занесенной дороге. Колеса начинает буксовать, а малыш нервничает. Ребенок маленький, пока холодно, немного гуляем. Поэтому в пределах пятачка, поблизости, в принципе, нас тоже все устраивает. То есть можно найти дорогу для проезда на коляске. Пока коммунальные службы в этом плане молодцы. Но, конечно, я слышала истории о том, что действительно бывает трудно проехать. И в итоге прогулка превращается в стояние на месте. Мама чуть-чуть туда-сюда не может и возвращается домой. Возможно, выходом может стать использование санок. Но не для грудного ребенка. Так или иначе, поддерживать дворы в чистоте нужно. И это работа управляющей компанией. Механизированная уборка, патрульная очистка от снега и льда. В обязательном порядке посыпать дорожки песком. Контроль за этой деятельностью должен осуществлять заказчик, то есть сами жители. Для более качественного контроля выполнения данных работ, жилищный кодекс предусмотрел такой вариант, как совет на квартирного дома. То есть это именно те активные граждане. Активные, наверное, грамотные должны входить в совет на квартирного дома. Граждане, которые понимают набор услуг, которые нам оказывают управляющие компании. Не только в части уборки снега, а вообще в принципе, которые должны приемку работы осуществлять. Потому что это услуга, по которой мы должны подписывать акты выполненных работ. К слову, на сегодняшний день, по мнению жителей, управляющие компанией в основном справляются со своей работой. Но, как всегда, есть и исключения. Лично в нашем дворе хорошо чистит снег. У нас очень хороший дворник, постоянно до асфальта выгребает его. Безобразно, если честно. Вот особенно у меня, где я живу, так там вообще, на этом, черном и слоновиде, там вообще безобразно чистят. Но тут еще скажу, дворники чистят, да. Подходят и выметают, и чистят. А вот где я живу, там действительно невозможно. И лед там, настоящий лед. Я иду вот так вот, а пока до остановки. Я боюсь, что я головой ударюсь. А ведь некоторые действительно падают и ударяются. В среднем в травмпункт в сутки обращаются около 85 человек. В основном с сезонными травмами. И причина им – гололед. Количество человека в основном остается на одном и том же уровне. В основном поступают пациенты с переломами лучевой кости, кистей, рук, стоп, лодыжек, ушибами грудной клетки, головы, верхних, нижних конечностей. Это более тяжелые какие-то травмы, они госпитализируются. Для того, чтобы избежать травм, зимой стоит соблюдать некоторые правила. Носить удобную обувь, желательно без каблуков, на рифленой подошве. Выбирать безопасные участки дороги. Руки не рекомендуется держать в карманах, чтобы при случае держать равновесие. При падении же лучше сгруппироваться, не размахивать руками, чтобы избежать переломов. Если все-таки случилось, все это произошло, вы упали, то следует сразу вызвать скорую помощь, потому что специалисты приедут, они сами обозначат, какая травма, тяжелая, не тяжелая, и доставят в специализированное медицинское учреждение. А чтобы, допустим, помочь как-то человеку, который упал, то надо обездвижить полностью травмированный участок тела, обезболить, если есть возможность, и приложить снег, лед, что-нибудь холодное на 10-15 минут. Если вы считаете, что травма получена из-за ненадлежащего содержания тротуара, вы имеете право подать в суд на того, кто несет ответственность за конкретный участок и потребовать возмещения ущерба. Например, компенсировать расходы на лечение или даже моральный вред. К исковому заявлению желательно приложить справки из больницы, чеки, привезти свидетелей или видеозапись, допустим, с камер наблюдения, если есть такая возможность. При этом законодательство, ну не сказать, что упрощает данную процедуру, но тем не менее, статья 1064 Гражданского кодекса устанавливает так называемую презумпцию виновности. Когда потерпевший гражданин не обязан доказывать, что ему причинено, что вследствие ненадлежащего содержания дороги ему причинен вред здоровью, а вот управляющая компания или то юридическое лицо, которое отвечает за определенный участок дороги, им придется доказывать, что они, что не их действия привели к данным последствиям. Что касается приведения в порядок городских дорог, муниципальные службы отмечают, что с работой справляются. Это механизированная уборка магистралей, посыпка антигололедными материалами, вывоз снега. Плюс путепроводы у нас существуют, это развязки Грибоедовская и Айрофодская. Ну это мосты наши, такие мостовые сооружения. Там у нас Норд-Вэйм обрабатывается, потому что там уклон присутствует, то есть как бы там с песко-солянкой не совсем эффективно, допустим, обрабатывать. Плюс после 20 градусов мороза вообще, в принципе, неэффективна песко-солянная смесь, поэтому у нас там применяется специальный материал антигололедный, чтобы техника могла подниматься с этим уклоном. Ежедневно к дежурству готово порядка 125 единиц техники для уборки дорог и около 65 единиц для уборки тротуаров. Но если будет коллапс, в любом случае какие-то будут сложности. Они будут, потому что справятся единомоментно. Потому что вот если есть 125 единиц техники, ну пусть в резерве там стоит, ну еще пусть 50 единиц, да, ну их выгонят на улице. Ну понятно, что какие-то неудобства могут быть. Мы все с вами помним, 14-й год, когда после снега просто валил, валил, валил сутками. Ну я скажу так, что вот именно вот на дорогах там не было никакой катастрофы. Катастрофа была больше во дворах. Состоянием проезжей части автовладельцы пока довольны. Глава города Вадим Шувалов, к слову, открыт для замечаний и пожеланий со стороны водителей. Городоначальник через соцсети обратился с просьбой сообщать о плохой работе на каких-либо участках. Центральные улицы чистят, в принципе, довольно-таки нормально. Гололеда особо не ощущают, если только погодные условия. Ну, во дворе, конечно, тяжело. Отлично все справляются, мое мнение. Чистят, ну, с опозданием, конечно, но справляются, тем не менее. Вполне на уровне все, меня устраивает. На финансирование зимнего содержания дорог в этом году запланировано более 500 миллионов рублей. Из них порядка 470 именно на проезжую часть. Остальное – уборка тротуаров. Юлия Бабенышева, Денис Зонов, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Новая забава на территории историко-культурного центра. Старый Сургут открылась детская площадка. Она является продолжением проекта «Дом черного лиса», победившего в международном конкурсе «Туристский бренд. Лучшие практики». Открытие такой территории развлечений приурочили к году детства в Югре. Проект для Сургута уникален. Содержит архитектурные композиции, игровое оборудование, скульптуры. Стиль этнически отражает колорит нашего региона. Лисий парк посвящен гербовому животному Сургута. Черный лис показан в нескольких ролях. Стражников, малышей и руководителей. Вход на площадку свободный. Вечером работает подсветка. Первые посетители уже оценили возможности забавы. Особенно стенка, где можно лазить. И еще как сделана речка 3D. Просто сейчас зима, сейчас холодно. Летом можно будет в шортах, майке и хорошо будет. Мне понравился очень мостик здесь, потому что весело ходить очень. Еще понравились качели. Ну только я один раз чуть не упала уже. Мне больше всего тут понравился скалодром, где подниматься. И еще мне понравился вот этот мостик. Оттуда хороший вид. Финансово в проект вложились город, округ и общество «Газпром Трансгаз Сургут». Проект площадки воплощен пока не весь. Не хватило денег на несколько предполагающихся здесь объектов. Таких как качели для маломобильных посетителей, домик-веранда, висей лабиринт, лавочка-сороконожка, искусственное кострище. Если деньги на площадку привлекут, то все успешно воплотят в жизни. Плюс высадят деревья. Но это летом. А в зимние каникулы здесь будут проходить игровые программы с аниматором. Вечернюю программу назвали «Старосургутское новогодье». Аплодисменты! Семь дней на оленях, пять дней на собаках. Дед Мороз из Великого Устюга начал предновогоднее путешествие по стране. Он уже провел первое мероприятие в московском зоопарке. В нашем округе, в отличие от других регионов, ожидается целое нашествие новогодних волшебников. В декабре, как всегда, пройдет всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске. Первое новогоднее мероприятие, кстати, уже прошло и в Сургуте. Дети собрались в купеческой усадьбе, чтобы поздравить Дедушку Мороза с днем рождения, спеть ему песни и подарить поделки. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно. Но говорят, что больше двух тысяч лет. А поздравлять его с праздником именно 18 ноября придумали сами дети. По одной версии, потому что как раз в эти дни ударяют по-настоящему зимний мороз. Но нам кажется, что дети просто хотят, чтобы новогодняя сказка началась как можно раньше. Екатерина Любешева продолжит. Одни гости в этот день сменяли других. Уж очень всем хотелось поздравить Дедушку Мороза с днем его рождения. А чтобы не замерзнуть в ожидании именинника, ребята играли в активные игры на ловкость и смекалку. В коллективной открытке главному новогоднему волшебнику дети пожелали здоровья, благополучия и долгих лет. И сразу же отправились в мастерскую, чтобы сделать виновнику торжества подарок своими руками. Вообще, нашему Дедушке Морозу более двух тысяч лет. И раньше, когда еще не было ни нас с вами, ни наших мам, ни пап, ни бабушек, ни дедушек, ни даже прабабушек, Деда Мороза звали Дедом Трескуном. И даже тогда у него уже была борода. Может, еще и не седая, но такая же красивая. Дети учли этот момент при создании портрета Деда Мороза. Я делаю открытку Деда Мороза, чтобы он порадовался и чтобы он получил очень много поздравлений и чтобы он был сегодня счастлив. И еще, когда он смотрел на наши открытки, ему было приятно и целый год, чтобы он не расстраивался. Я пришел, чтобы развлекаться, повидаться с друзьями, а то актеровки давно не виделись. Чтобы поздравить Деда Мороза с днем рождения. А некоторые даже хотят положить письмо в открытку. Письмо, напомним, можно отправить и по почте. Для этого в Центральном отделении установили специальный двогодний ящик, откуда конверты отправляются прямо в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза. Точный адрес можно списать прямо перед отправкой. Только важно успеть до 12 декабря, чтобы Дедушка Мороз успел ответить на большинство писем до Нового года. Отправка писем будет ошляться ежедневно, то есть каждый день. Письма обязательно будут доставлены Деду Морозу. Такая акция в Югре проходит впервые. Помимо нас такая акция проходит еще в 13 городах. И ящики установлены в Центральных отделениях города, в том числе и в Сургуте. А тем временем именинник нарядился, причастался и вышел к заждавшимся гостям. И пели они ему совсем не про елочку, а про каравай. Но потом не удержались и все же провели пару хороводов вокруг зеленой красавицы. Так сказать, размялись перед праздником. Екатерина Любишева, Борис Шабалдов. Специально для телевизионного обзора новостей. Завершат нашу итоговую программу реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи на каналах СТС, ТВЦ, ТВ3, Звезда и Сургут-24. До свидания. Фитоцентр Просковья предлагает сургутянам курс оздоровительных процедур и уникальные фитосборы от Просковьи Лосевской. Процедуры в кедровых бочках активизируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем. Приобретайте подарочные сертификаты на новогодние каникулы для своих родных и близких. Улица Республики, 78А. Звоните 24-24-14. Интернет и телевидение в максимальной комплектации. Теперь от 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 36 08 08. Сапожки, ботфорты, ботиночки. На каблуке и без. На танкетке или сплошной подошве. Моделей в салонах ЖЭТа очень много. Спешите, зима уже близко. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Роскошь недорого. Сотни моделей золотых часов российской марки «Ника». Магазин «Золото». Улица 30 лет Победы 3. Телефон 24-12-20. Салейни Коллизионе приглашает за покупками большое сезонное поступление шубы, дубленки, пуховики. Скидки от 30 до 60%. Беспроцентная рассрочка. Салейни Коллизионе осень и зима будут теплыми. Салейни Коллизионе. То, что действительно модно. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет ПЛКСН 3, дробь 2. Телефон 37-63-77. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю. С 28 ноября по 4 декабря. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Еломет». Вы купили Алмак-01. Почему? Меня еще в советское время в санатории магнитами лечили. Алмак-01 нужен, чтобы нормально ходить. При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом Алмак-01 компанией «Еломет». В ноябре успейте купить Алмак-01 до подорожания. В аптеках «Планета здоровья», «Экона» и «Аптека от склада». Алмак – высокоэффективное лечение хронических и острых заболеваний в домашних условиях. Создан для здоровья людей. В начале недели в Приобе расположится холодный антициклон, и облака будут рассеиваться. Только местами пройдут кратковременные снежные заряды. Но к среде в регион прорвется циклон, и снегопады усилятся. Но уже с пятницы начнет сказываться морозный антициклон. В начале недели переменная облачность – кратковременный снег. В понедельник температура ночи – минус 23, минус 28. Днем на 2 градуса потеплеет. Во вторник к утру – 25-30 мороза. После полудня – минус 16, минус 21. В середине периода облачно, временами снег, метель. В среду температура в течение суток – 12-17, ниже нуля. В четверг на столбиках термометров к утру – 20-25. Днем на 2 градуса выше. В магазине «Домашний погребок» скидка на борелки, анкерки, винные и дубовые бочки до 40%. Новое поступление банок для солений. Эх, зима, холода, без самовара никуда. Скидка на весь ассортимент самоваров – 20%. В конце недели облаков станет меньше, а существенные осадки маловероятны. В пятницу ночная температура воздуха – минус 27, минус 32. Днем до 26 ниже нуля. И в выходные субботу-воскресенье к утру мороз усилится от минус 29 до минус 34. А днем снова потеплеет на 6 градусов. Все самые модные мамы в выборе колясок упрямы. Коляска должна быть практично, легка и аутентична. Самые продвинутые коляски из Швейцарии и Польши по российским ценам уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы! До свидания!